Тема сегодняшнего занятия, последнего занятия в этом семестре, это арифметика кардиналов. Если у нас имеются кардиналы, что такое кардиналы, мы уже знаем. Это наименьший ординал данной мощности. То есть если мы взяли какой-то ординал, трансфинитное число, и построили как раз по принципу, который я сейчас только что излагал, множество меньших его ординалов, но еще равномочных ему, мы находим наименьший ординал, заданной мощности. Итак, если Капа и Лямбда у нас кардиналы, то не скажу ничего нового, если запишу Капа плюс Лямбда равняется мощности суммы множества А и Б, а Капа на Лямбда это у нас мощность Декартова произведения А на Б, где мощность А равняется Капа, мощность Б равняется Лямбда, и если мы говорим еще и про сумму, то надо заметить, что А и Б не пересекаются. Наоборот, равно 100 множество. Для Декартова произведения вот это актуально, требование не пересечения не актуально. В принципе, в качестве А и Б равномочных Капа и Лямбда мы всегда можем взять сам Капа и сам Лямбда, потому что мощность Капы и есть Капа, мощность Лямбда это и есть Лямбда. Но как быть с ней пересечением? Мы можем очень легкий трюк произвести, взять Капу помножить на синглитон от нуля, Лямбду помножить на синглитон от единички, и тогда Капа превращается в множество пар элемент Капы, запятая ноль, множество Лямбда превращается в множество пар элемент множества Лямбда единичка, и мы можем объединять, найти изоморфный таком множество ординал, найти наименьший ординал такой мощности, это и будет мощность Капа плюс Лямбда. Эти определения можно распространить на бесконечное число элементов, на бесконечные суммы и бесконечные произведения. Сумма Ки равняется суммам мощности и принадлежит индексирующему множеству Ки на И. Значит, что такое бесконечная сумма кардиналов? На самом деле, когда мы записываем Капа и Т, это всего лишь навсего означает, что у нас есть некая функция, областью определения которой является вот это вот индексирующее множество И, а значениями которой являются кардиналы. То есть у нас есть множество И большое, и каждому его элементу поставлен соответствие кардинал. Вот если у нас есть такая функция, то мы можем записать вот такую вот сумму и дать ей определение. Это всего лишь сумма вот таких элементиков. Они попарно не пересекаются. В частности, сумма И принадлежит И единица, это будет у нас... Так, И принадлежит кардиналу К единица, это у нас будет что? Сумма И принадлежит К. И это у нас будет сам кардинал К. То есть любой кардинал является суммой единиц, единичек, сумма, индексирующая множество, является сам К, Капа. В принципе, для конечных множеств вот эти все определения, они понятны, адекватны. Для произведения арифметика это и есть Декарту произведения элементов, а сумма это и сложение элементов, суммирование. С бесконечным произведением, оно нам тоже сегодня понадобится, не все так тривиально, но тоже можно аккуратно его обобщить. Возьмем, И принадлежит индексирующему множеству АИ равняется множеству функций F. F для любого И. И принадлежит И. Следовательно, F от И равняется... А, принадлежит АИ тому. Так, это я сейчас дал определение бесконечному Декартову произведению произвольных множеств АИТЫ. Что значит? Откуда это вообще взялось? Что это обозначает? Ну, во-первых, АИТЫ это всего лишь означает, что у нас есть функция из И большого в АИТЫ, на каждом И дает. И бесконечное Декартову произведение это набор функций, которые действуют на множестве И, и принимают в ИТОМ элементе какой-то элементик, принадлежащий АИТОМу. Если это дело ограничить, например, конечным множеством И, то получается, что у нас элементом такого произведения будет Х1, Х2, ХН, принадлежащий А1 на А2 на АН. То есть получается набор функций, каждый элементик такого произведения, это будет набор функций. А что такое функция на конечном множестве? Это и кортежи есть. То есть вот они, эти ИКСЫТые. Понимаете, да? То есть что такое кортеж? То есть что такое вектор, например, конечномерный вектор? Это же функция, которая действует просто на... У которой принимают просто количество аргументов, которые конечны. Первый, второй, третий. А когда мы обобщаем векторные пространства на бесконечное число измерений, у нас возникают как раз функции. То есть если у нас всего лишь в произведении, допустим, 5 сомножителей в декартовом произведении, то тогда элементом декартового произведения из 5 сомножителей будет вот такой вот кортежек из 5 элементов. И декартовым произведением будет совокупность всех таких кортежек, где ХИТО обязательно принадлежит АИТОМ. А если мы хотим декартового произведения обобщить на бесконечные какие-то множества, то тогда нам не обойтись без понятия функции. Но просто функция, она действует, ее область определения это И, индексирующие множество. Область значений, какой-то H, является суммой всех вот этих вот АИТОМ, но значение функции в точке И, оно берется конкретно из АИТОМ множества. Я думаю, понятно. И если мы возьмем все АИТОМ, равные А, то тогда что мы получим? Множество всех функций из И большого в А, то есть А в степени И. Произведение, значит, И принадлежит И большому А. Это у нас А в степени И большое. Видите? Почему? Потому что по определению А в степени для множеств, это и есть множество всех функций из И в А. И если здесь все АИТОМ совпадают, равны константе, то тогда такое определение бесконечного произведения переходит в определение степени. Вот. Что совпадает, ну, в общем, с нашим представлением вообще об арифметике, о степенях и о суммах. Вот. То есть, вот такие обобщения мы можем построить. И сейчас мы их используем для того, чтобы кое-какие интересные свойства арифметики над кардиналами получить. Рассмотрим для начала сумму и произведение кардиналов. Для конечных кардиналов, я думаю, все понятно, это и есть сумма и произведения арифметические, которые вам со школы знакомы. А если хотя бы один из кардиналов бесконечный, то чему будет равна сумма и произведение кардиналов? Для этого мы докажем вот какую теорему. Если капа бесконечный кардинал, то капа равняется капа на капа или капа в квадрат. Теорема о квадрате. Если вы помните, мы доказывали с вами, что, ну, вернее, это давно известный факт, что, например, алиф 0 в квадрате равняется алиф 0. То есть эти рациональные числа равномочны натуральным числам. Так вот, общая теорема гласит, что если капа произвольной мощности бесконечный кардинал, то капа равномочен капе в квадрате. Для этого построим так называемое каноническое упорядочение пар ординалов по следующему правилу. Альфа-бета меньше, я вот такой значок использую, чтобы не путать его с меньше для ординалов, гамма-дельта. По следующему правилу. Макс альфа-бета меньше, макс гамма-дельта. Или макс альфа-бета равняется, макс гамма-дельта. И альфа меньше гамма, или макс альфа-бета равняется макс гамма-дельта. И альфа равняется гамма, и бета меньше дельта. Значит, что это я такое построил? Я построил упорядочение пар, но это не лексикографический порядок, которым мы пользовались до этого. Это такой модифицированный порядок, который говорит, сначала давайте сравним максимальное значение в паре. Если максимальное значение в первой паре меньше максимального значения из двух во второй паре, то тогда первая пара считается меньше второй. А если совпали, то тогда уже сравним лексикографически. Как и лексикографический порядок, этот порядок у нас сохраняет вполне упорядоченность. То есть любое подмножество декартового произведения кардиналов, оно будет вполне упорядочено. Но в самом деле, пусть у нас имеется некий набор пар ординалов, и мы можем что? Каждой паре поставить в соответствии вот это вот значение, максимум из двух ее компонентов, и в множестве максимумов найти наименьший элемент. Потом мы можем найти множество пар, соответствующих вот этому наименьшему элементу, и найти в этом множестве пар те, у которых наименьший будет первый компонент. Это будет наименьшая пара. Если же у всех таких пар случилось, что первый компонент равен максимальному, тогда мы ищем те, у которых второй компонент минимальный. И получается, что вот такое вот упорядочение пар ординалов задает на любом множестве ординалов полное упорядочение. То есть будет полный порядок. То есть у каждого подмножества будет наименьший элемент. Но это еще и линейный порядок, то есть это будет полный порядок. Так, собственно говоря, вот в выборе такого порядка вся хитрость и заключается у нас. Теперь допустим, что для какого-то... Доказываем теорему от противного. Допустим, что для какого-то кардинала Капа К на К не равняется К. Значит, заметим, что К умножить на единицу меньше либо равно К умножить на К. То есть мы действуем... Я не сделал оговорку важную, что на протяжении всей этой лекции мы действуем с вами в предположении, что у нас работает аксиома выбора, и, соответственно, все теоремы Цермела, все теоремы прошлой лекции у нас работают. Соответственно, все множества сравнимы между собой. Соответственно, если К в квадрате не равен К, то получается, что К должен быть меньше, чем К в квадрате. Если так, если мы допустили, что какой-то Капа такой нашелся, то, внимание, найдется и наименьший такой кардинал Капа, который удовлетворяет вот этому вот предположению. Мы сейчас покажем, что оно неверное. Как мы это сделаем? Значит, если такой Капа нашелся, причем он наименьший, удовлетворяющий вот этому условию, причем мы знаем, что, например, Алиф 0 этому условию не удовлетворяет, значит, он должен быть большим Алиф 0, этот кардинал, то, значит, мы можем взять и множество К на К при помощи вот этого порядка, вполне упорядочить, и оно будет у нас изоморф на какому-то ординалу Альфа. Это значит, что у нас будет вот такая вот биекция. Функция, которая сохраняет порядок, и каждому элементу Капа на Капа ставят как элемент какого-то ординала Альфа. Причем мощность Альфа равна мощности К на К, строго больше К. По условию. Это значит, что у нас существует какая-то парочка бета-гамма, которые принадлежат К, а значит, они строго меньше К, такие, что F от бета-гамма равняется Капа. Значит, следите, да? Мы решили, что Капа у нас меньше Капа в квадрате. Мы вполне упорядочили вот это вот множество Капа на Капа. Декартово произведение здесь на самом деле вполне упорядоченное вот этим отношением. Раз оно вполне упорядоченное, значит, существует такой ординал Альфа, что он изоморфен вот этому Декартову произведению. И по условию, так как это биекция, так как это биекция, модуль Альфа будет у нас равен модулю Капа на Капа, строго больше Капы по условию. Раз это так, то где-то, значит, в пределах Капы найдутся бета и гамма, такие, что F от бета и гамма равны Капе. И на всех парах, которые меньше вот этой вот пары, бета-гамма, у нас эта функция будет давать кардиналы меньше и Капе. И мы можем написать вот что, что F в квадратных скобочках от дельта-эпсилон принадлежит Капа на Капа, таких, что дельта-эпсилон меньше, в смысле пары бета-гамма. Это у нас равняется Капе. Что я сейчас написал? Я сейчас восповторил определение ординала. У нас ординал состоит из всех ординалов, строго меньших его. Помните, у нас единичка состоит из нуля. Там двойка состоит из нуля единички. Соответственно, вот эта функция, вот ее значение в квадратных скобках, они у нас дают Капу. А теперь мы можем оценить это дело, оценить это дело сверху. И что у нас получится? Значит, возьмем φ, равное максимуму из бета-гамма плюс единица. Это у нас оценка сверху для дельта и для эпсилона. То есть, так как дельта-эпсилон у нас вот находится вот в этой вот области, то уж во всяком случае ни дельта, ни эпсилон не будут превосходить φ по определению. Соответственно, мы можем оценить сверху Капа меньше либо равно дельта-эпсилон принадлежит φ на φ. Вот так вот. Это у нас получается равняется φ на φ, где модуль φ строго меньше К. А почему у нас модуль φ строго меньше Капы? Потому что Капа у нас это не только кардинал, но и по совместительству предельный ординал. Если помните, кто не помнит, тем напоминаю, всякий кардинал является предельным ординалом. Потому что всякий ординал является у нас суммой предельного и натурального числа. Помните, да? И если у нас z бесконечно, то добавление натурального числа не изменяет его мощность. А так как кардинал есть наименьший ординал данной мощности, то нам не нужны здесь натуральные числа в конце. Поэтому всякий кардинал является предельным ординалом. Это значит, что если мы возьмем любой ординал меньший предельного и прибавим к нему единицу, мы получим ординал меньший предельного. То есть, если мы возьмем любое n, принадлежащее омеге, и к n прибавим единицу, у нас не получится так, что n плюс 1 равно омега. Понимаете? Потому что там их бесконечно много. Соответственно, так как β и γ у нас меньше, чем κ, возьмем максимум из них, прибавим единицу, мы все равно получили ординал, который будет меньшим κ. И, соответственно, модуль φ у нас строго меньше κ, потому что κ это кардинал, и все ординалы меньше его, они имеют меньшую мощность. Но мы с вами в самом начале предположили, что κ это наименьший кардинал, такой, что он меньше своего квадрата. Соответственно, тут есть два варианта. Либо φ у нас конечное, но если φ конечное, тогда у нас получается и κ конечное, это противоречие с тем, что мы с самого начала решили, что κ бесконечное. Либо φ в квадрате равняется φ, потому что φ меньше κ, а κ наименьший такой, наименьший бесконечный, такой, что? И получается, что κ строго меньше κ. Видите, здесь знак меньше либо равно, значит, здесь φ, а здесь уже строгое будет равенство. φ меньше κ, значит, φ в квадрате тоже строго меньше κ. Получается, что κ меньше самого себя, получается противоречие. Значит, нет такого κ бесконечного, что κ меньше, чем κ в квадрате. И мы с вами доказали теорему о квадрате, о том, что κ равняется κ в квадрате для любого бесконечного кардинала κ. У меня в учебнике и в книге Бурбаки, и в многих других учебниках дается другое доказательство теоремы о квадрате при помощи леммы Цурна. Но так как я хочу сегодня побольше рассказать другого интересного, я про лемму Цурна рассказывать вам сегодня не стану. Но тоже можете прочитать, и в общем-то то доказательство тоже несложное. И это несложное, если его проиграть-то внимательно. смотрите, что теперь, какие удивительные вещи следуют из теоремы о квадрате сразу же. Пусть у нас λ меньше либо равно k. тогда капа меньше либо равно капи на лямбда меньше либо равно так, 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 значит, а, лямбда меньше либо равно капи на лямбда меньше либо равно лямбда на лямбда. И это получается, что капа на лямбда равняется лямбда, потому что лямбда в квадрат равняется лямбде по теореме о квадрате Если предположить, что капа меньше либо равняется лямбда, то тогда у нас будет капа меньше либо равно капа на лямбда, меньше либо равно капа на капа И получается, что капа на лямбда равняется капе Отсюда следует, что Капа на лямбда равняется максимальному значению из Капа лямбда Если хотя бы один из них бесконечен Вот такое интересное умножение у бесконечных кардиналов Это сразу же следует из теоремы А-квадрате Но отсюда следует, помимо теоремы А-квадрате, следует вот еще какое утверждение Капа плюс Капа, это у нас есть не что иное, как 2 на Капа Это у нас есть Капа, почему? Потому что это больше Капа и меньше, больше либо равно чем Капа, меньше либо равно чем Капа в квадрате Понимаете, да? И это у нас тоже Капа Капа меньше либо равно 2 на Капа, меньше либо равно Капа в квадрате Так как капа и капа в квадрат это одно и то же То получается, что капа плюс капа равняется капа Получается такой аналог теоремы о квадрате, но для суммы И если мы вот в этих всех рассуждениях заменим значок умножить на сумму Что я и сделаю, воспользовавшись тем, что я не в тетрадке, а на доске пишу То мы получим, что капа плюс лямбда равняется капа на лямбда Равняется максимуму из капы лямбда А это равняется, между прочим, капа суммы лямбда в смысле теоретика множественной суммы Вот такая тривиальная арифметика получается у нас для бесконечных кардиналов А для бесконечных мощностей И эта арифметика у нас работает, я это подчеркиваю, только в ситуации с аксиомой выбора Потому что теорема о квадрате у нас зависит существенным образом от аксиомы выбора Теперь рассмотрим возведение в степень Капа в степени лямбда То есть это мощность всех функций из лямбда в капа Что мы можем сказать, уже зная про арифметику, какую мы оценку можем дать Значит, если случилось так, что 2 меньше либо равно капа, меньше либо равно 2 в степени лямбда То получается у нас 2 в степени лямбда меньше либо равноется капа в степени лямбда Меньше либо равно 2 в степени лямбда в степени лямбда равняется 2 в степени лямбда Отсюда выходит, что капа в степени лямбда равняется 2 в степени лямбда но только в том случае, если у нас Капа достаточно маленький, если он больше либо равен 2 и меньше либо равен 2 в степени лямбда. Окей, возникает вопрос, а как себя ведет возведение в степень для кардиналов, если Капа достаточно большой, ну или если лямбда достаточно маленький? Тут получается не все так просто. Значит, если 2 в степени лямбда меньше Капы, то у нас получается, что Капа равняется Капа в первой степени меньше либо равно Капе в степени лямбда, меньше либо равно, мы тут только можем воспользоваться теоремой Кантера, 2 в степени Капа в степени лямбда равняется, 2 в степени Капа лямбда равняется, Капа у нас большой, 2 в степени Капа. То есть, если 2 в степени лямбда меньше капы, то мы получили вот такое вот двойное неравенство. Капа в степени лямбда меньше либо равно 2 в степени капа. Видите? У нас не получилось оценку сверху и оценку снизу сделать одинаковой. То есть, получается, что капа в степени лямбда болтается где-то между капой и 2 в степени капа. На прошлом занятии я с вами говорил про континуум гипотезу, которая не зависит от других аксиом. И, в общем-то, мы не добавим противоречия, если мы скажем, что между капой и 2 в степени капа ничего нет. То есть, 2 в степени капа является наименьшим кардиналом, большим чем капа. Но в этом случае тоже непонятно, капа в степени лямбда равно капе или капа в степени лямбда равно 2 в степени капе. Ну, для того, чтобы этот результат улучшить, нам необходимо сравнивать лямбда с конфинальностью капы. Для этого нам надо узнать, что такое конфинальность и доказать еще одну теорему, последнюю теорему в нашем курсе. А пока мы можем вот эти вот две формулы обобщить вот в такое двойное неравенство. Максимум капа 2 в степени лямбда, меньше либо равно капу в степени лямбда, меньше либо равно максимуму 2 в степени капа 2 в степени лямбда. Вот это мы можем сейчас получить на данном этапе. Но мы можем получить на данном этапе и значительно больше, и значительно лучше, и интереснее, что я сейчас и проделаю у вас на оставшееся время. А время у нас еще есть. Как я уже сказал, для того, чтобы улучшить вот тот результат, нам необходимо ввести понятие конфинальности и доказать теорему Кьюнига. Конфинальность, как и, в общем-то, все, что мы в этом курсе делали, она происходит от очень простого определения, из которого, однако, следуют нетривиальные вещи. Пусть А линейно упорядоченное множество. Сначала мы А не будем никак ограничивать, кроме как скажешь, оно линейно упорядоченное. Тогда множество В, являющееся подмножеством А, будет называться конфинальным подмножеством А, если для любого У, У принадлежит А, следовательно, существует В, В принадлежит В, и У меньше либо равно В. Что это такое? Это значит, что В является неограниченно растущей в А. Ну, можно так сказать, то есть, что конфинальное множество В в А является конфинальным, если какой бы элемент А мы не взяли, найдется элемент в В такой, что он больше либо равен, чем А. То есть, если мы возьмем множество натуральных чисел, то множество степеней двойки будет подмножеством конфинальным в множестве натуральных чисел. Потому что какое бы натуральное число мы не взяли, мы можем взять достаточно большую степень двойки, что она будет больше данного натурального числа. Понимаете, да? Если мы возьмем действительные числа, то множество натуральных чисел, оно конфинальное в множестве действительных чисел. Потому что какое бы действительное число мы ни взяли, возьмем его целую часть, прибавим единицу, мы получили натуральное число больше данного действительного. Если у нас а линейно упорядоченное множество, оно содержит наибольший элемент. То есть такой элемент, который больше всех других, всех прочих. Тогда в качестве конфинального множества мы можем взять синглитон один из этого элемента. Просто. И надо будет конфинальное множество, вырожденное в синглитон. Потому что какой бы элемент а мы ни взяли, существует элемент множества b, а он максимальный в а, который больше всех других элементов в а. Собственно, это следует из самого слова конфинальный, то есть совпадает окончание, финал. Но интересен, конечно, случай, когда а не имеет максимального элемента, наибольшего элемента не имеет. И тогда-то понятие конфинального подможества наиболее интересно себя ведет. Дальше. Всякое линейно упорядоченное множество. Дальше мы можем заметить, что оно имеет конфинальное вполне упорядоченное подмножество. Это сильное утверждение, и для того, чтобы его доказать, требуется трансфинитная рекурсия. Но мы уже трансфинитную рекурсию освоили. Мы можем определить такой шаг трансфинитной рекурсии. Возьмем на первом шаге какой-то элемент а. На всех последующих шагах мы выбираем один из элементов а, который больше всех выбранных на предыдущих шагах. То есть здесь нам нужна аксиома выбора для этого утверждения. Но если мы выбрали n элементов, где n вообще трансфинитное число, выбираем из оставшихся в а таких, что они больше любого из уже выбранных элементов, еще один, и добавляем на шаге трансфинитной рекурсии. Где-то этот процесс, как мы уже знаем, должен остановиться. То есть мы получим какой-то ординал, какое-то трансфинитное число, и какую-то функцию, которая нам на этом ординале будет давать конфинальное подмножество или конфинальную подпоследовательность в а. Но если мы получили ординал, удовлетворяющий какому-то свойству, один такой, то мы можем задаться вопросом, а какой наименьший ординал этому свойству удовлетворяет? Так вот, ординал, наименьший ординал, удовлетворяющий такому свойству, что на нем можно построить функцию, образующую конфинальное значение, которое образует конфинальное подмножество в а, вот такой вот ординал называется конфинальностью а. Множество а, где а линейно упорядоченное множество. И сразу же мы заметим, что если у нас а имеет наибольший элемент, то конфинальность а с наибольшим элементом равняется единичке, потому что мы можем взять этот наибольший элемент, предложить его в качестве, ну, вот единичка, да, этот наибольший элемент, ей соответствует наибольший элемент в а, это и есть конфинальное подможество наименьшей мощности, наименьшего порядка такого. Если а не имеет наибольшего элемента, то тогда конфинальность у нас будет собой представлять предельный ординал, естественно, потому что у последующего ординала имеется наибольший элемент, а у а наибольшего элемента не имеется. Да, теперь мы будем говорить о конфинальности не просто каких-то множеств линейно упорядоченных, а о конфинальностях ординалов и кардиналов. Теперь нас вот эта вот штука будет интересовать, где альфа сам является ординалом, но ординал-то это и есть упорядоченное множество линейно упорядоченное множество. Значит, как мы уже сказали, конфинальность любого альфа плюс единица, равняется единице а чему равняется конфинальность у мига вопрос к знатокам вот исходя из определения чему будет равняется конфинальность у миги это может быть какое-то натуральное число нет не может этому значит тут а конфинальность омеги равняется самой омеги потому что если мы хотим построить бесконечно растущую в омеге последовательность натуральных чисел она должна быть счетной да если мы хотим если мы взяли какой-то н у нас всегда имеется n плюс 1 больше данного н соответственно нам если у нас имеется способ от порождения все больших и больших чисел то это как раз при помощи вот простой арифметической рекурсии нам будет давать счетное множество то есть конфинальность омеги равняется омеги заметим что конфинальность альфа она меньше либо равняется альфе самой но это понятно потому что но я говорю альфа орденал да а конфинальность это орденал наименьший орденал такой что он конфинален в альфы и уж во всяком случае он должен быть под множеством альфы тогда и конфинальность альфа всегда меньше либо равна альфа. Следующая штучка неожиданная. Мощность конфинальности альфа равняется конфинальности альфа. То есть на самом деле конфинальность является кардиналом. Почему? Если у нас имеется бета меньше конфинальности альфа равняется мощности конфинальности альфа. Значит тогда у нас существует функция из бета в конфинальность альфа. Еще у нас существует функция g из конфинальности альфа в сам альфа. Значит вот это вот g это у нас по определению конфинальности функции из конфинальности альфа в альфа дающие нам конфинальную в альфа подножество. Значит а f это у нас по определению значит если случился у нас такой кардинал бета до орденал меньшей конфинальности альфа но равномочный По определению равномочности, значит, существует биекция. Но раз так, то мы можем взять суперпозицию f и g и построить что? Из β в α конфинальную подпоследовательность. Но β-то у нас меньше конфинала α, а конфинал сам является наименьшим таким, что можно построить конфинальную подпоследовательность. То есть если мы предположить, что мощность конфинала α меньше этого конфинала, то тогда получается, что конфинал не вполне конфинал по определению. Мы нашли лучшее приближение для конфинала. И поэтому из этого следует, что мощность конфинальности α равняется конфинальности α. Иначе говоря, конфинал это кардинал всегда. И следующее свойство вот какое. Конфинальность и демпатентна. И демпатентным мы называем свойство какой-то функции. Если два раза ее применить, это то же самое, что один раз применить. Здесь рассуждение совершенно такого же рода. Значит, если у нас нашелся какой-то β, его конфинальность меньше, чем α, мы можем взять вот такую функцию. Конфинал от конфинала от α. Значит, в конфинал α. Эта функция у нас дает конфинальную в конфинал α подпоследовательность. g дает подпоследовательность конфиналь α в α. Значит, берем f на g и получаем вот такую штуку. Конфинал от конфинала от α в α. И опять же, если предположить, что здесь не равно, а меньше стоит значок, то мы получили просто еще лучшее приближение для конфинала. Поэтому еще одно свойство и демпатентности, оно тоже выполняется. Вот пока все, что нам надо знать про конфинальность. А еще вот какое свойство, каким свойством она обладает применительно к кардиналам, к кардинальным числам. Вот это записали, да? Так. Если у нас известна конфинальность некоторого кардинала, то мы можем сказать, что этот кардинал представим в виде суммы кардиналов строго меньших данного в количестве слагаемых равно конфинальности. То есть, значит, если у нас f функция, которая задает неограниченно растущую последовательность в капе, значит, из конфинала капы в капу, капа у нас является предельным ординалом. Это мы уже вспоминали сегодня. Мы можем взять вот такую штучку, PR2 от f. То есть, взять и просуммировать, по сути дела, все значения f. Да, ну вот, если, допустим, у нас капа это равен омеге, для алиф нулю, и у нас имеется бесконечно растущая последовательность натуральных чисел, то сам омега, он является суммой вот этой вот бесконечно растущей последовательности натуральных чисел в силу того, что он предельный. Этому мы можем дать такую оценку. Альфа меньше конфинал капы. Мощность f от альфа. Почему? Потому что сумма, вот этот вот редюс, его как бы элементы, они могут пересекаться между собой. А когда мы говорим об вот этой вот сумме, ее элементы уже не пересекаются между собой, и уж во всяком случае мощность ее будет больше. Но это-то у нас строго меньше, чем капа, и получается, что это у нас меньше либо равно конфинальность капы на капа равняется капа. То есть, мы можем сказать, что капа равняется сумма альфа меньше конфинальности капа, мю альфа, где мю альфа строго меньше капы. То есть, конфинальность кардинала — это то наименьшее количество слагаемых, на которое можно разбить кардинал, такое, что каждый из слагаемых строго меньше данного кардинала. В вырожденном случае, на самом деле это не вырожденный случай, а как раз-таки правильный случай, капа равняется чему? Единица плюс единица плюс единица капа раз. Да? И мы называем регулярным кардинал, у которого конфинальность равна самому кардиналу, и сингулярным кардинал, у которого конфинальность меньше. можно показать легко, что всякий последующий кардинал, являющийся регулярным, а вот сингулярным, например, у нас является кардинал алифомига. Что такое алифомига? Алифомига — это у нас сумма кардиналов, смотрите, каких. алиф-1, алиф-2, алиф-n и так далее. То есть мы взяли кардиналы, индексированные натуральными числами, все их взяли, просуммировали и получили алифомигу. Но это же означает по определению алифомиги, что вот эта последовательность-то, она сама имеет мощность какую? Омига. Мы взяли счетное количество кардиналов строго меньших алифомиги и получили на выходе неограниченно растущую в алифомиге последовательность. Значит, конфинальность алифомиги равняется омиге. Так, последний напряг мозга — теорема Кёнига, после чего все пойдет под горку и к финалу. В учебнике у меня, по-моему, теоремы Кёнига либо нет, либо она для случая двух множеств. Вот здесь я даю общую формулировку. Теорема Кёнига на самом деле является... Ну, у нас неравенство пока что, касающееся кардиналов, до сих пор было только одно. Два в степени капа строго больше капы. Теорема Кантра. Помните, да? Мощность булиана от х всегда строго больше мощности от х. Теорема Кёнига нам дает еще одно неравенство, строгое. Если λi меньше μi для любого i, принадлежащего индексирующему множеству, то сумма i, принадлежащего индексирующему множеству, да, КАПАИ, КАПАИ меньше произведения i, принадлежащего индексирующему множеству, λi. Для конечных мощностей, для конечных чисел все как будто очевидно. Ну, сумма чисел меньше, строго меньше произведений чисел. Для бесконечных нам необходимо применить еще одну вариацию на тему диагонального рассуждения Кантера, при помощи которого доказывается, что мощность действительных чисел строго больше мощности рациональных чисел. Что это за рассуждение? Ну, допустим, мы выбрали такие ТИТЫ, что мощность ТИТЫ равняется λi. ТИТЫ это у нас множество, просто произвольные множества. И, допустим, у нас Т является бесконечным произведением и принадлежит и вот этих вот самых ТИТЫ. Соответственно, мощность этого ТИТЫ и будет мощностью бесконечного произведения λi. Будем доказывать от противного, как мы часто поступаем. И предположим, что на самом деле вот это бесконечное произведение, оно меньше либо равно вот этой бесконечной суммы для каких-то КАИТЫ. Но если так, если ППИ λi меньше либо равно сумме ПАИ КАИТЫ, то, значит, Т должен быть равен под множеству суммы З принадлежит индексирующему множеству каких-то ЗИ. где И принадлежит индексирующему множеству, ЗИ у нас принадлежит Т, ЗИ меньше либо равно КПИТЫ. То есть, мы говорим, окей, предположим, обратное, что вот здесь вот можно поставить знак меньше либо равно, вместо знака меньше. Еще раз не лишний будет напомнить, что мы работаем в системе с аксиомой выбора, что на все сравнимо и отрицанием строго меньше является больше либо равно. Ну, понимаете, да, в общем случае это не так. Но если это так, то получается, что вот это вот множество Т, которое у нас является бесконечным Декартовым произведением, оно у нас может быть перекрыто ЗИ-тыми множествами, где, ой, И принадлежит, И малый принадлежит, И большому, у которых всего И большое, и у которых мощность каждого из которых строго меньше КПИТОВА. А дальше мы построим СИ-ты, равное И-ты, большая проекция, ЗИ-ты. Я напоминаю, что ЗИ является подможеством Т равняется ИТИ. Здесь у нас Декартово произведение, бесконечное Декартово произведение получается. Мы его, это Декартово произведение, говорим, что разложили на сумму подможеств, которые полностью его перекрывают. Вот. И, соответственно, всякое подможество Т, оно состоит из подможества Декартово произведения, поэтому на нем можно построить большую проекцию на ИТ-ю компоненту. И так как у нас ЗИ-ты по мощности строго меньше ТИ-ты, потому что это у нас меньше либо равно ЛЯБДАИТОВА, а это у нас равняется КПИТОВА, то получается, что СИ является строгим подмножеством ТИ. По построению... Значит, еще раз внимательно, да? Т мы представили в виде суммы множеств каких-то. Каждая из этих множеств имеет мощность строго меньше, чем ТИ. Дальше. Эти множества, они являются наборами Декартово произведений. Ну, если угодно, наборами функций. Дальше. Построили СИ-ты... Вот она, где диагональ, да? В ИТ-ом элементе ИТ-проекция. Значит, ИТ-проекция у нас принадлежит ТИ-тому. Но, так как у нас мощность ЗИ-тового строго меньше мощности ТИ-тового по условию теоремы, а СИ-ты является подмножеством ТИ-тового, то оно вынуждено быть строгим подмножеством ТИ-тового. Если оно будет равно, то тогда у нас мощности будут равны. А у нас одна мощность строго меньше другой. Соответственно, мы можем выбрать при помощи аксиомы выбора ХИ-ты из ТИ-тового минус СИ-тового. И получим функцию F, определенную на И из И в H, такую, что F от И равняется ХИ. И заметим, что эта функция F, она принадлежит, естественно, большому Т, но F не принадлежит Z-итому для любого И. Почему она принадлежит Т? Потому что ее элементы ХИ лежат в ТИ-тых. Соответственно, эта функция обязана принадлежать вот этому бесконечному Декартову произведению. С другой стороны, почему эта F не принадлежит Z-итому? Потому что мы использовали диагональный элемент. В нулевом она не совпадает в точке 0, в первом она не совпадает в точке 1, во втором в точке 2 и так далее. То есть, получается, что мы на самом деле не перекрыли T вот этими затытами. Нельзя перекрыть вот это вот Декартово произведение бесконечное таким же количеством множеств с меньшими мощностями. Отсюда получается, что доказана теорема Кёнига. И эта теорема у нас сразу же ведет к очень, сразу же, очень легко и просто ведет к очень интересным следствиям. Значит, теорема Кёнига – это такое хитрое, очень хитрое обобщение диагонального аргумента Кантера. Она ведет к очень интересным следствиям. Ну, во-первых, если в качестве китых взять единички, а в качестве лямбдаитых взять двойки, то что мы имеем? 1 плюс 1 плюс 1 к раз строго меньше 2 на 2 на 2 на 2 к раз. То есть, что получается? Капа строго меньше 2 в степени капы. Это теорема Кантера. Но это не лучший способ доказывать теорему Кантера. Во-первых, он сложный. Во-вторых, мы доказывали ее проще. Во-вторых, теорема Кёнига существенно зависит от аксиомы выбора. А теорема Кантера не зависит ни от какой аксиомы выбора. Поэтому доказывать теорему Кёнига, чтобы получить из нее теорему Кантера – довольно занятие бесполезное. Зато из нее можно получить другие следствия. Следствие следующее. Если мы вспомним, что такое конфинальность кардинала и возьмем Капа, представим в виде альфа меньше конфинальность К, мю альфа, где мю альфа строго меньше Капа. Это будет строго меньше произведения альфа меньше конфинальности Капа. Капа мы просто здесь заменим мю аты, а не строго меньше К, мы просто заменим на К. Еще больше усилим это неравенство. И мы получим Капа в степени конфинальность Капа. И мы получили интересное неравенство. Капа меньше Капа в степени конфинальность Капа. Это, надо сказать, начиная с теоремы Кантера, вот такое простое неравенство, первое, которое мы получили. Дальше мы получим еще интересное следствие, что на самом деле лямбда строго меньше конфинальности 2 в степени лямбда. То есть, можно так сказать, улучшение теоремы Кантера. Теорема Кантера нам говорит просто про лямбда меньше 2 в степени лямбда, а мы говорим на самом деле меньше конфинальности 2 в степени лямбда. Почему? Ну, возьмем от противного, то есть пусть, значит, конфинальность 2 в степени лямбда меньше либо равно лямбда, предположим такое, и воспользуемся предыдущим следствием. Значит, 2 в степени лямбда меньше 2 в степени лямбда конфинальности 2 в степени лямбда равняется 2 в степени лямбда на конфинальность 2 в степени лямбда. Так, значит, это здесь мы воспользовались вот этим вот результатом, видите, на этом шаге. На этом шаге мы воспользовались свойством возведения в степень. На следующем шаге мы вспоминаем, мы предположили, что конфинальность 2 в степени лямбда меньше либо равно лямбде, следовательно, получили 2 в степени лямбда. Отсюда получается 2 в степени лямбда меньше 2 в степени лямбда, противоречие. То есть конфинальность 2 в степени лямбда обязана быть строго больше, чем лямбда. Вот вывод раз, и вот вывод два Который получается из теоремы Кёнига и понятия конфинальности Отсюда, кстати, сразу же легко следует вот какой вывод интересный Касательно континуум гипотезы Значит, конфинальность 2 в степени алиф 0 будет больше, чем алиф 0 И отсюда следует, что 2 в степени алиф 0 не равняется алиф омеге Так как конфинальность алиф омеге равняется омеге Вот, то есть мы не можем ничего говорить про то, к какому Значит, к какому алифу равняется 2 в степени алиф 0 Но мы можем утверждать, что для некоторых он не может быть равен В частности, 2 в степени алиф 0 не может быть равен алиф омеге Я напоминаю, что обобщенная континуум гипотеза нам говорит о том, что 2 в степени капа равняется капу плюс И в частности, из нее следует, что 2 в степени алиф 0 равняется алиф единице Но вообще, при помощи форсинга можно доказать, что совместно также с аксиомами Цермела Френкеля Для утверждения, что 2 в степени алиф 0 равняется алиф 2, алиф 3 По следующему ординалу любому иному Но вот, например, алиф омеге не равняется Это мы можем получить элементарно, без форсинга, вот это вот следствие Ну ладно, вернемся теперь к возведению степень и построим формулу для возведения степень Я буду действовать в рамках обобщенной континуум гипотезы Значит, G, C, H Которая нам гласит, что 2 в степени капа равняется капу плюс По следующему ординалу Мы уже доказали с вами, что если капа меньше 2 в степени лямбда То, следовательно, капа в степени лямбда равняется 2 в степени лямбда Еще мы доказали, что если 2 в степени лямбда меньше капа То из этого получается, что капа меньше либо равняется капа в степени лямбда Меньше равняется 2 в степени капа Кроме того, следствием теоремы Кёнига является Капа в степени конфинал Капа более строго больше Капа. Отсюда, если у нас лямбда больше либо равна конфинальности Капа, то получается, что Капа строго меньше Капа в степени лямбды меньше либо равно 2 в степени лямбда. Видите, если у нас лямбда строго больше, не строго больше, а больше либо равняется, хотя бы даже либо равняется конфинальности капа, то, воспользовавшись вот этим строгим неравенством, мы можем улучшить вот эту вот оценку и заменить не строгое неравенство там на строгое неравенство. Если, значит, лямбда у нас меньше конфинальности капа, то, значит, для любой функции f из лямбда в капа ее значения будут ограничены в капа. Но лямбда меньше конфинальности, это значит, что какую бы функцию из лямбда в капа мы ни взяли, у нее значения не будут превышать какого-то значения капа. То есть найдется такой элемент в капе, что какую бы f из лямбда в капа мы ни взяли, ну, не дотянется она до этого значения. Но, соответственно, найдется такой альфа, принадлежащий капе, что f принадлежит альфа в степени лямбда, где альфа принадлежит капе или альфа меньше капа. То есть любая функция из лямбды в капа на самом деле является функцией из лямбды в альфа, где альфа строго меньше капы. Отсюда следует, что капа в степени лямбда равняется сумме альфа меньше капа альфа в степени лямбда, меньше либо равно сумма альфа меньше капа, мощность альфа в степени лямбда, но альфа в степени лямбда меньше либо равно 2 в степени, мощность альфа в степени лямбда, это у нас по обобщенной континуум гипотезе будет альфа на лямбда плюс. Вот по вот этому. То есть это получается, что меньше либо равно капе, потому что и альфа у нас меньше капы, и лямбда у нас меньше капы, альфа лямбда плюс будет меньше либо равен капе. Соответственно капа в степени лямбда у нас меньше либо равно, я перепишу суммы альфа в степени лямбда, меньше либо равно капа на капа равняется капа. И, то есть капа в степени лямбда меньше либо равняется капы, если у нас лямбда меньше конфинальности капа. И, соответственно, стираю здесь сверху и записываю окончательную выкладку. Капа меньше либо равно лямбда, следовательно капа в степени лямбда равняется лямбда плюс. Конфинальность капы меньше либо равняется лямбда, меньше либо равняется капы, следовательно капа в степени лямбда равняется капа плюс. Ну, 2 в степени лямбда, а там 2 в степени капа. Значит, и, наконец, если лямбда такой маленький, что он меньше либо равен конфинальности капа, следовательно капа в степени лямбда равняется капа. Вот такое вот возведение степень для бесконечных кардиналов. Ну, на этом месте пока еще не поздно нам сделать остановку, потому что, как вы понимаете, именно отсюда, из окрестностей, вот куда я вас сейчас завел, начинается самая интересная современная теория множеств. Потому что то, что до этого мы рассматривали, это элементы теории множеств, элементарные теории множеств. Но курс наш — это элементарная теория множеств, и на этом мы останавливаемся. Для практики, для того, что будете делать в следующем семестре, вам уже более глубокий экскурс в теорию множеств не понадобится, но, возможно, я кого-то заинтересовал вообще этой дисциплиной, и она достаточно новая, свежая, последнее в ней продвижение продолжает происходить. Нам, вот в нашем курсе, то есть, что мне хотелось бы, чтобы вы вынесли из этого курса, это следующие вещи. Во-первых, необходимость аксиоматики для теории множеств. Я думаю, что все уже уяснили, что утверждение о том, что для любого А от Т существует множество Т таких, что А от Т — это ложное утверждение для произвольных А от Т, и нужно разделять А от Т коллективизирующие и неколлективизирующие, соответственно, образующие множество, либо не образующие множество, и быть с этим очень осторожным. И нужна нам аксиоматика. Второе, что я бы хотел, чтобы вы уяснили, это то, что теория множеств в ее современном аксиоматизированном виде является настоящим фундаментом математики, всей той математики, которую вы до сих пор изучали, потому что мы в Теории множеств построили и модель для арифметики на натуральных числах, и на действительных числах, и, соответственно, весь матанализ вырастает из нее, как из этого фундамента. Вся топология, вся алгебра тоже вырастает из Теории множеств, то есть Теория множеств фундаментальна вообще для математики. Ну и кроме того, Теория множеств интересна сама по себе как инструмент, при помощи которого можно определять новое, строить новые теории. Можно строить новые математические теории, можно при помощи Теории множеств строить и прикладные теории, и какие-то модели, которыми мы займемся в следующем семестре. Я надеюсь, что вы осознали какие-то операции базовые над термами, то есть для вас уже не какая-то сложная выкладка, связанная там с функциями, да, с биекциями, инъекциями, с пересечениями, и вот прочие вещи, которые вы делали в домашней работе, которые мы делали у нас здесь, она не будет настолько трудна и непонятна, если что, можно всегда обратиться. Ну и, в общем, научились строить там термы и рассуждать так теоретико-множественно для построения каких-то таких более сложных, более интересных вещей. Понятие изоморфизма порядков, например, которые мы ввели, оно будет обобщено, когда мы будем говорить в следующем семестре об аппарате Бурбаки на изоморфизм в общем случае, и, в общем, много упражнений на изоморфизм порядков нужно для, в частности, вам для понимания такого, что такое изоморфизм вообще, а понятие изоморфизма вообще, оно для аппарата радоструктур Бурбаки является ключевым, и без этого, в общем, матапарат концептуальных методов не построить. Вот, а пока на этом у меня все. Спасибо за внимание. Вот, курс этот закончен.